Приветствую вас. Первое, что я хочу сказать, это то, что обращаться к психологу и много читать и слушать лекции какие-то, да, это прямой путь в никуда. Потому что проблема так не решается, вы, по сути, просто уходите в интеллектуализацию, да, то есть начинаете все объяснять, у вас появляются какие-то новые знания, но по факту все эти знания вам не дают никакого решения проблемы, как в вашем случае. Вы знаете, что это тревожный тип, вы знаете, что муж избегающий тип, хотя это еще не факт, но вот как бы вам это не помогает. Вот, поэтому, если вы обращаетесь к психологу, то, если вы работаете с психологом, то никаких знаний вам не нужно получать. Психологические знания даны только для специалистов, клиентами, клиентами или людьми, у которых есть проблемы, психологические знания не помогают сами-сами по себе. Они помогают только в контексте решения их проблем. В контексте решения их проблем эти знания могут использовать только специалисты. Тогда эти знания приобретают персонифицированную форму и становятся именно средством для решения клиентам своих проблем. Что самое главное, у клиента нет возможности в таком случае эти знания обратить себе на пользу. В смысле, не на пользу, а обратить на подтверждение своей позиции. А суть, как бы, в том, что изначально именно эта позиция привела к проблемам, вот. Следующий момент, обращение к психологу, что вам дало? Ну, то есть, если вы обращались к психологу хорошо, и что дальше? Ну, то есть, решила ли это вашу проблему? Если да, то как? Если не решила, то почему? Что сподвигло вас, условно говоря, после обращения к психологу или во время обращения, ну, параллельно с ним, еще самостоятельно что-то изучать и читать? Дальше. Значит, по самому конфликту, да, по самой проблеме ссора, это накапливающиеся, как правило, изменения в партнерах. То есть, условно говоря, да, в вашем случае еще может быть такой, знаете, кризис. То есть, вот, вы сказали, что вы приехали в Москву, там, продали все, там, взяли ипотеку, сын поступил в лицей, по-моему, вы сказали, сын. Вы пишите, вы пишите, я, казалось бы, живи и радуйся. Да, вот только жить и радоваться всегда нужно ради чего. А, вероятно, так вышло, что ради чего нет. То есть, выстремились к этому, а дальше ничего не простроили. И люди часто попадают в кризисную ситуацию здесь. Вот, но это лишь один момент, один нюанс, который я вижу. Второй нюанс, который я вижу, это то, что, вот, как я и сказал, ссора, это изменение, изменение людей. То есть, ссора, это кульминация того, когда человек, вступая в отношения, представляет из себя, там, условно, условно, совокупность точки А, точки Б, точки В, соответственно, на 70, 20 и 10 процентов на момент, там, так вот. Через, так вот, количество лет соотношение точки А, Б и В может меняться. Иногда меняться достаточно сильно. Если соотношение точки А, Б и В меняется, меняется с сыном, и такое же соотношение меняется у партнеров, то могут возникать конфликты, могут возникать проблемы, потому что общего становится меньше или она становится другим. Появляются какие-то вещи, которых, может быть, раньше не было. Но ослабляется мотивация принимать то, что не очень нравится в партнере, то, что принималось до этого. Появляется осознавание, что, оказывается, я это не принимаю, но терплю, я не говорю об этом своему партнеру, потому что я боюсь обидеть его. Но, может появляться, появляется чувство неудовлетворенности, но все это до поры до времени зажимается. И вот конфликт. Ссоры становятся кульминацией выброса, значит, негатива, снятия напряжения, вот, и олицетворением того, что между людьми отсутствует близость, отсутствует контакт и так далее, вот. Дальше, соответственно, это касается вас, то есть я сейчас не говорю про вашего мужа, я говорю про вас. Но это касается вас. То есть, данная ситуация, это следствие вашей неосознанности. Осознанности, это следствие того, что вы отошли от себя. И сейчас, уходя в интеллектуализацию, набирая знаний, вы не становитесь ближе к себе. Наоборот, вы продолжаете через объяснение все больше и больше от себя уходить. Лишние знания, в вашем случае они правда лишние, еще никому не помогали. А те знания, которые вам нужны, ну, я думаю, способен определить психолог, которые знания вам нужны. Ну, то есть, все то, что можно вам дать. Без вреда для вас. Вот. Значит, следующий момент. Вот, вы говорите, значит, я спрашиваю мужа, чего ты хочешь, чем пожимать плечами. Хочешь ли ты развод? Он говорит, я сам не знаю, чего я хочу. Да? То есть, какая это позиция? Это позиция опирающаяся. То есть, я, вот именно в этом эпизоде, я, как бы, пытаюсь опереться на мужа, на его позицию. Но какая моя позиция? Чего хочу я? Что нужно мне? Непонятно. Дальше. Вы говорите, он там супер муж, он там вообще все супер, но эмоционально он как труп. Согласен. И вы в какой-то степени тоже. А вот вы говорите, он избегающий тип, допустим. То есть, человек избегает любых эмоциональных потрясений. Что ж. Такое вполне возможно. Почему? Кто-то человек не знает, что с ними делать. Вы тревожите. Это что значит? Это значит, что вы во всем видите угрозу, например, да? Но, во-первых, я бы не сказал по тексту, что вы тревожитесь. Тревожному типу не свойственно как раз таки искать объяснения. Тревожному типу больше свойственно себя накручивать. Так что здесь у меня не вкладывается. Немножко. Да и муж ваш, он, если бы был избегающим типом в полной мере, он бы вел бы себя тоже несколько иначе, не так, как он ведет себя сейчас. Все, безусловно, там элементы избегания присутствуют. Так что здесь, как бы, то есть не совсем понятно, да? Вот если бы себя так окрестили, да? Ну, как бы, на каком основании. Вот. Дальше. Значит, не знаю, куда обратиться в свой семейный стат. Ну, куда? К психологу? К психологу куда? Ну, да. Желательно вместе с супругом. Вот. А дальше. Значит. Обратилась к психологу, много часов, сейчас буквально услышала. Да так. Ээээ... Из чего конфликта? Эээ... Так. В нашем случае, супруг и официальный гадж поискоречениям. Ну, вы не говорите о конфликте, вот, вы говорите о супруге, ну вот. Что, как бы, наводит на вопрос, а вы-то сами, вообще, чего хотите? Вы-то сами, вообще, какая сторона в конфликте, в этом? Вы-то сами, какой вклад в конфликте вновь, вот, ну то есть, ведь вы же понимаете, что без вас, если бы не вы, конфликта бы не было. Так. Дальше. Так. Ну, вопрос. Так. Решение что-нибудь, так, что все плохо, переехали в Москву. Так. Эээ... Он, он. Я звонил и стал заниматься собой. Ээээ... Ну, давай ему возможность побориться с себе, разобраться. Ну, как вам сказать, опять же, понимаете, вот, с некоторыми данными, с другой стороны, во-первых, знает ли об этом человек? Что вы, ну, свои, свои, своими поступками, ну, что вы своим поведением отдали ему, вот, что называется, повариться, побыть в себе, да? С одной стороны, знает ли он об этом, потому что, ну, вот, есть ощущение, что, может быть, он об этом не знает, не знает, вот, и думает, что, ну, условно говоря, что просто вам не нужен, например. Да. Допустим. А, с другой стороны, вы можете сколько угодно отдаляться, да? Да? И это, это может быть нормально. Но... Мммм... Отдаляясь. Эээ... Эээ... Вам... Эээ... Никто не запрещает... Эээ... Выразжать свою позицию. Эээ... Ну, высказывать свою позицию, просто. Во. Эээ... Ээээ... Эээ... и как бы вы сами получается отстранились тоже. Вот. Так что здесь у меня мой взгляд большой вопрос. Дальше. Так. Значит. Давай. Так. Ну сейчас. Так. Неучительно опять слетело стресс и ужас. Стресс и ужас. От чего она дала? От чего стресс? От чего ужас? Знаете, вы условно говоря не готовы человека отпустить, вы не готовы своего мужа отпустить, если я бы ранее вас понял. И вы боитесь? Ну вот. Чего? Что? Вы боитесь, что ваш брак располнется? Вы этого боитесь? Или чего вы боитесь? А чем для вас это так страшно? И это так страшно? Опять же. Понимаете? То есть вот она. Проблематика. Причем. И, собственно говоря, можно ли что-то сделать прям поэтапно, с возвращением оттуда, из этого мрака и равнодушие. С возвращением? Куда возвращением? Ну. С родиться? Куда вы хотите? Вы хотите? Хотите? Самое, что было? Нет. Потому что то, что произошло и происходит, изменило вас, изменило мужа, как раньше уже не будет. Либо перерастете, вырастете, либо расстанетесь. То есть тут как бы других вариантов нет. Как раньше не будет. Это первое. Второе. Поэтапно тоже нет. Потому что непонятна суть конфликта. Допустим, я не знаю, ну я бы для себя говорю, да? Я не знаю вас, я не знаю вашего мужа, хочет ли он работать с психологом, но любая этапизация, на мой взгляд, как бы, создает только излишние стереотипы, излишние рамки и не более того. Вот. Опять же, это про интеллект у вас здесь. То есть как бы, у меня здесь, это про интеллект. Поэтапно, в этом поздравшиться, из мрака. Это про интеллект. Вот. Не про желание лучше в себе разобраться. Что мне делать? Ну вот, со стрессом и ужасом. Поработать, чтобы не бояться. Чтобы сам, чтобы принять реальность, чтобы лучше осознавать себя. От интеллектуализации излишне избавиться. Не пихать в себя знания. Учиться фильтровать информацию. Что мне еще делать, чтобы вернуть счастье в семью? Нет никакого, нет никакой семьи, Наталья. Есть вы и ваш муж. Нет никакого счастья. Есть благополучие ваше и вашего мужа. И ваше благополучие, оно зависит от вас. Да, в какой-то степени оно зависит от мужа, но оно зависит от вас. Вы не можете взять изо всех, всех спасти. Это треугольник Карпмана. Вот. Об этом вы можете почесать про треугольник Карпмана. Или, естественно, праздно. Вот это очень больше похуже на тревожность. То есть, если до этого у вас была интеллектуализация, то сейчас, да, сейчас у вас эмоция прорвалась. Я это вижу, я это чувствую. Но это не тревожность. Это немножко другое. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь на какую-то обратную связь. Если вам это было полезно и интересно. Возьмите на связи, обращайтесь. Помощь психолога вам необходима.